друзья дорогие я вас приветствую знаете у меня вопрос такой ко всем вам и мне ну сейчас в частности к вам вы думаете о жизни которая будет после этой жизни и как часто вы об этой жизни думаете о жизни вечной я имею ввиду да сейчас жизнь новости чуть ли не каждый день нам говорят о том как люди уходят из этой жизни и бывают очень скоропостижно катастрофы разные недавно сбили самолет в иране украинские люди летели люди совсем не думали и одна женщина рассказывает она была свидетелем буквально рядом с ними происходил происходило регистрация на этот борт как муж женой с этого рейса уже перед вылетом все переживали даже спор или как-то о вещах которые не везли о подарках куда и как лучше в какой чабадан положить и говорит они улетели и через минут пять-десять и они полетели и говорит когда я пролетала прилетела туда когда я пролетаю слышу по новостям что тот самолет тот рейс который рядом был за пассажирами которые она наблюдала скользь их уже нету такая наша жизнь друзья сегодня мы есть завтра нас здесь на земле уже может быть не быть никто сравнил эту жизнь с прибанником с прибанником к той настоящей реальной жизни который ждет всех нас впереди иисус который пришел оттуда он немало говорила об той жизни которая ждет о предстоящей жизни который ждет всех нас он говорил немало серьезных вещей и даже некоторые ужасные вещи говорил но он говорит реальные вещи меня тоже интересует все вот эти мысли рассказы даже людей которые так или иначе соприкоснулись той жизнью с потусторонней жизнью и дал им бог возможность вернуться вновь сюда и и что-то рассказать чем-то поделиться своими переживаниями что они как они чувствовали что они переживали наши современники как все это не воспринимали и вот буквально сегодня когда я ехал домой возвращался из портленда и включил радио русская портлендской и там шло шла передача и один человек наш брат рассказывал такое свидетельство о том что произошло в его жизни я предлагаю вашему вниманию мне она показалась интересным я даже громко сделал чуть побольше что было слышно и надо шкам я записал его свидетельство к сожалению не сначала ну что записал это уже на мой взгляд и мне очень интересно было послушать я потом остановился на парковку и просто дослушал весь его рассказ я думаю вы получите тоже благословение поднял это какая-то силой safari Как будто сила меня подняла, и я стал не на обычную высоту своего роста, а как будто бы стал выше, выше, может, как будто метра два примерно от земли. И я смотрю на все происходящее, как будто бы как бы свет, и вижу все, что происходит. Я вижу вот этот грузовик, который становился нам больше, вижу нашу машину, которая от нас в кубет улетела, другие автомобили как бы останавливаются, люди выходят. Вот эта вот вся суета, вот это вот то, что как будто я как бы сверху это вижу, и потом я вижу свое собственное тело. Когда подумаешь в этот момент, а все это удивительное ощущение, да, вот сколько раз вспоминаю это, да, вот ощущение было, первая мысль, неужели я в этом вот находился? Это вот знаешь, ощущение примерно как, вот представь, ты поезда в командировку, ты поезда в командировку, ну как, не знаю, в лес, например, в заготовке. Вот у тебя вот ты оделся, и ты поезда в лесу заготовки, и ты в этой одежде рубишь там дрова, в ней сваришь там, ты в этой одежде спишь, ты в этой одежде ешь, ты в ней потеешь, ты в ней трудишься. Каждый день у тебя нет возможности принять душу, у тебя есть твоя рабочая одежда, твоя рабочая одежда на протяжении многих дней. Вот представь, когда наконец ты попадаешь в цивилизацию, какое у тебя будет первое ощущение к этой одежде? Что поменять бы ее? Если бы ее просто поменять, я бы ее уже просто снять, потому что тебе уже просто реально, тебе в ней активно находиться. Вот примерно такого же ощущения у меня было в своем теле, я помню вот это реально, как бы ощущение грязной, вонючей одежды. Я уже не часть этого мира, всего того, что здесь происходит. Я уже не часть этого. Это как, знаешь, это как можно, например, в лесу наблюдать за муравейником. Муравейник, мурави там копошатся, что-то делают, или там какие-то свои дела, там, прочее, прочее. Но ты понимаешь, что ты же не часть этого. И вот точно так же я смотрю на все, что происходит на земле, и я понимаю, что я уже не часть этого мира. Я помню эту мысль. Когда человек умирает, он понимает, что он умир. Реально приходит осознание и понимание, что все, другая реальность, это уже не часть того, что здесь происходит. Это уже не часть этого мира. Скажи, пожалуйста, а у тебя было сожаление о твоей семье в этот момент? Вот самое удивительное, что в этот момент я ни разу не вспомнил о том, что у меня была семья, жена, дети. Старшего сына тогда было два с половиной годика, а второй сын только должен был родиться через две недели после этого родиться. То есть я вообще не вспоминал ни о жизни, ни о детях, ни о том, что там, ни о матери, ни о ком, ни о ком, ни о ком, либо на земле. Там вот был я, и осознание реальности новой, новой реальности в жизни, что все, жизнь на земле закончилась. А почему-то вот такая мысль, да, ну окей, хорошо, я уже не часть этого мира, значит, наверное, должен быть частью чего-то другого. Почему-то, не знаю, пришла она такая мысль, что, наверное, что-то сейчас где-то должен быть в другом месте. И почему-то я поднял глаза к небу, я не знаю почему, почему-то поднял глаза к небу, у неба было черного света, да, звезды, вот это вот, ну зимнее, зимнее небо, там около 9 утра, еще темно было, да, вот эти звезды на небе, черные от этого неба со звездами. Я поднял глаза к небу, и вдруг вижу, вот в этом черном небе открывается дверь, вот величину с ладошечкой, вот такой, и такой нежно-голубой свет, как вот небо летом, когда летнее небо голубое, вот такой прямоугольничек, голубенький, и прямо на какой высоте, или где-то далеко? Да далеко, вот прямо там на небе, вот она вот величиной с ладошечкой, вот открывается вот так вот, и вот этот нежно-голубой проем. Самое удивительное, что у меня, мне кажется, мне было странно, что что-то за дверь, почему она открылась, то есть, как бы это было настолько естественно, что как будто, вот это как бы, знаешь, вот стоим на автобусной остановке, открывается дверь в автобусе, мы не удивляемся, вау, почему дверь открылась, он открылся, надо заходить. И то же самое у меня было понимание, что, наверное, это для меня, надо идти туда. И вот, как бы я стал возноситься, что ли, к этой двери, подниматься все выше, 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 выше к ней. Я знаю, сколько по времени это заняло, достаточно быстро. И вот я оказался вот перед ней буквально, если в земном измерении, ну, может, чуть дальше, чем до этой стены, метра полтора, может, два до нее. Там, я вас видел? Нет, нет. Ну, там, обычная, ну, как сказать, чуть пошире, чем обычная дверь на земле, чуть пошире, чуть повыше, то есть, может, метр два примерно высотой, да, ну, вот как вот такая вот дверь. А то я помню, яркий-яркий свет оттуда светил, из этой двери. То есть, по мере моего приближения, то есть, из нежно-голубого он превратился просто в ослепительный. Ослепительный свет оттуда светил. Но я помню, знаешь, это было как удивительно. Вот, на зрели же мы же можем смотреть на свет. Вот у нас тут осветители, ну, световые приборы стоят. Вот если вот мы, вот если сейчас мы посмотрим на свет, на лампочку, в принципе, мы можем терпеть, да, то есть, глаза могут... Ну, какое-то время буквально, потом я тебя вот уже вижу. Да-да-да, то есть, мы можем смотреть на свет, но когда мы убираем взгляд со света, блики, да, в глазах, то есть, как бы, кажется, некие болезненные ощущения. Ну, вот здесь свет светил в миллион раз ярче, чем здесь. В миллион раз. В миллион раз, даже не в миллион, а в метам. Это было намного ярче, чем сварка, когда сварку варят на земле. Но знаешь, что самое удивительное? Природа света была другой. Сама природа была другой. То есть, он был, как бы, он был ослепительный, но одновременно приятно было находиться. То есть, не было больно глазам. Не было больно вот впитывать этот свет. Наоборот, хотелось впитывать его еще больше и больше. Я стоял перед этим светом, и я помню два удивительных ощущения. Первое. Я возвращаюсь домой. Я не знаю, как это объяснить, но я стоял перед этой дверью, и у меня было реально ощущение, как будто я возвращаюсь туда, где меня все знают. Это вот, конечно, это вот, к примеру, ты где-то жил, там, не знаю, у бабушки в деревне, например. Там, тебе там все знакомо, вот этот скрип этих ступенек, например, запах вот этих вот прихожей, да. Вот ты сейчас откроешь дверь, и вот эта бабушка, и это знакомый запах ее пирожков, вот, понимаешь? Ты, как будто ты там не был много лет, и ты возвращаешься, вот это вот, знаешь, вот это вот чувство на дороге, знаешь, ты возвращаешься в тот двор, где ты вырос. Вот, вот точно такое же чувство, как будто я возвращаюсь домой. Это реальное ощущение возврата к своим родным, близким, что очень знакомо мне, и что там, меня там знают, я там всех знаю. И второе ощущение, и это, наверное, более важно, я вдруг стал понимать, что я возвращаюсь домой с пустыми руками. Это, как, знаешь, это как ты приезжаешь к близким, родным людям, которые в тебя вложили все, что у них было, они дали тебе все, что у тебя вот есть сейчас, и ты возвращаешься к ним, и понимаешь, что ты ничего не принес. Это как будто бы ты приехал на юбилей. Да, с пустыми руками, с пустыми руками, с пустыми руками, вообще. Причем не просто на юбилей к какому-то абстрактному человеку, или даже хорошему знакомому, а тому, кто, по идее, дорог тебе больше всего на свете. И я стою перед этой, перед этой дверью, да, перед этим, если можно сказать, порталом, да, и я понимаю, что, а что я принес, что я принес земли, что, что я могу вот принести туда, за этот порог. А у тебя было понимание такое, что тебе сейчас нужно будет дать какой-то отчет? Ты знаешь, даже, наверное, не отчет. Я не чувствовал себя, как будто я захожу к директору или к завучу школы, и буду сейчас говорить так, там, Федор Петрович, вы меня извините, я вот тут опоздал, я вот тут что-то сделал не то, что-то сделал не то. Нет, это не было такое ощущение. Это было именно ощущение того, что не то, что с меня будут спрашивать отчет, а то, что я, возвращаясь к тому, кто дал мне самое дорогое, самое лучшее в моей жизни, и я ничем не могу отблагодарить, ничем элементарно не могу принести благодарность тому, кто сделал в моей жизни самое лучшее, и что происходило дальше. И после этого я произнес одну очень простую молитву, очень простую. Господи, если есть хоть один шанс, верни меня, пожалуйста. Если есть хоть один шанс, верни меня назад, чтобы мне не было стыдно за свою жизнь. Я хочу прожить ее не для себя, а для тебя. Я хочу что-то сделать для тебя. Я хочу, чтобы моя жизнь, она не была жизнью прожитой, и когда я по принципу, знаешь, этого мира взял от жизни все, что хотел, или получил, или получилось, а чтобы наоборот мне свою жизнь отдать. Каким-то образом ее, не знаю, как посеять, как зерно, что ли, понимаешь, чтобы оно принесло какой-то плод. Это была единственная молитва, очень короткая. Господи, если есть хоть один шанс, верни меня назад, чтобы я мог служить тебе. И в это время я услышал голос. Причем самое удивительное, что этот голос, он как бы был везде вокруг меня. Он одновременно, он был и из двери, но не было возможности уловить источник голоса. То есть такое чувство, что, я не знаю, как это объяснить, но как будто я был весь в этом голосе. Весь. Он был и сзади, и спереди, и внутри меня. И как будто я был весь, я не знаю, как это объяснить, но я был как будто весь в этом голосе. Этот голос сказал мне, сын мой, возвращайся и служи мне. После этого дверь стала быстро-быстро удаляться от меня. Это было такое ощущение, знаешь, это вот когда, может, вспомнишь из детства, когда на качелях качаешься. Вы знаешь, когда с низким высоко раскачали, и вот такой захватывает духа, и вот то же самое. Ну, как бы захватило, и... Я вернулся обратно в свое тело. Мои первые ощущения. Я понял, что умирать не больно и не страшно. Умирать не больно и не страшно. Смерть реально, это... Люди боятся сегодня смерти, потому что они не знают, что потом. Но когда ты знаешь понимание, у тебя есть, что смерть это всего лишь часть жизни, как Форрест Гамб сказал, да, в фильме одноименном. Вот умирать не больно и не страшно. Вот вернуться обратно в поломанное тело, это очень больно. То есть ты это почувствуешь? Это больно у меня, когда я вернулся обратно. У меня болело буквально все. Каждый квадратный миллиметр. У меня было такое чувство, что у меня даже болят ресницы на глазах, хотя там это волосы, там нет нервных окончаний. Но у меня... У меня болело буквально все. Это была жутчайшая боль. Я даже на мгновение подумал... Может, я зря вернулся? Потому что это было... Это было очень больно. Это было реально больно. В это время приехала бригада скорой помощи. Вот. Я помню, что меня буквально как мешок стали грузить на носилке, потому что у меня уже ни руки, ни ноги уже не двигались, я уже не мог не говорить ничего. Последнее, что я запомнил, это когда меня уже заталкивали в карету скорой помощи, да, на носилках. У меня кровь хлынила горлом, прямо вот изо рта, прямо фонтаном вот так, как бы выстрелила кровь, она попала даже на стекло в этом скорой помощи. И врач, она поставила какой-то кулёк мне сюда, для пакет какой-то, чтобы, видать, ну, чтобы машина в том, что с ним кровью не забрызгала. И она закричала водителю, как-то назвала его там, Володя или Саша, я же не помню уже имя, как-то закричала ему, что гони скорее, то мы его не довезем. Все, это было последнее, что у меня осталось в памяти. И травмы, которые я получил во время аварии, да, они были несовместимы с жизнью. Сколько врачей давали процентов того, что ты выживешь? Ну, смотри, у меня был перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом шестирюбер слева, разрыв лёгкого, разрыв селезёнки, внутренних органов, перелом лопатки. Но это даже ещё не самое страшное. Когда меня от внутреннего кровотечения, тоже у меня были разорваны внутренности. Когда меня привезли в республиканскую клиническую больницу в Пельме, я потерял 80% крови. Вау! Поэтому мне нужна была срочно, донорская кровь нужна. И вот, ну, я верующий, да, я ходил в церковь. И я очень рад, да, что церковь, вот в евангельском понимании, это не просто здание, где собираются люди отслужить молебен, да. А церковь – это люди, это братство, это отношения, это семья. И это был воскресный день. В воскресный день это произошло. И отчасти я даже так скажу, что это, наверное, спасло меня. Потому что когда в церкви узнали об этой трагедии, и узнали, что срочно нужна донорская группа крови, да, прямо с собрания люди приехали в республиканскую клиническую больницу и дали мне свою кровь. Когда у врача, у лечащего, вот, ну, зав. отделения, хирурга, который меня вот оперировал, спросили, ну, вообще шансы есть или нет, что будет он жить или нет. Он сказал, 95% что он умрет сегодня или завтра. Выглядит, как врачи сделали все, что могли, но вы же понимаете, что с такими травмами люди вообще не живут. Ну, вот. Я тогда помню, когда в реанимации пришел в себя, и уже смог разговаривать, я спросил у врача. Скажите, а сколько я здесь буду? Сказал, ну, настраивайся, говорит, что минимум месяца три ты здесь проведешь точно. И через сколько времени ты вышел из больницы? Через 29 дней. Это реально чудо. Я ушел из больницы сам на своих ногах. Я поехал домой. Да, это реально чудо, потому что даже до сегодняшнего дня, когда врачи листают мою медицинскую карту, и доходят до вот этого момента, да, где написано, 15 декабря 1996 года поступил в Республиканскую клиническую больницу. Они, наверное, так усмотрят на человека. Да, в результате дороже транспортное происшествие, сочетанные травмы, перелом основания черепа, ушибом головного мозга, перелом шестерюбер слева, переломом обеих челюстей, верхней и нижней, потери там 80% крови, разрывом селезенки и внутренности. Они читают это все и понимают, что вообще-то как бы в следующей фразе написано, что явилось причиной смерти потерпевшего. Но всем смертям назло, как говорится. Я никогда не забуду, вот когда я слышал эту историю в первый раз от тебя, ты говорил вот про эту семейную пару, которые были с вами. Да. Я помню, ты говорил о том, что буквально за день до этого, когда все это произошло, что вы им проповедовали, они были состоятельными людьми. Очень. Очень состоятельными. Очень. Очень богатые люди. Вот расскажи очень коротко об этом, пожалуйста. Ну, как любой верующий человек, я рассказываю людям о Боге. И точно так же мы сидели накануне, это получается, 14 декабря вечером, и разговаривали с этими людьми о Боге. Вот, говорили о Христе, говорили о важности того, что жизнь человека, она проходит очень быстро. И самое важное решение, которое мы можем принять, это открыть свое сердце для Бога, для Христа. Они слушали, не интеллигентные люди, не возражали, слушали, как все вот это мы им рассказываем. И я помню их последнюю фразу. Ну, вы знаете, мы верим в Бога, но мы не такие фанатики, как вы. Я помню эту фразу, которую ты говорил. Да, я тоже помню прекрасно, как они вот с неким снисхождением, видя вот эту нашу, вот эту горячую речь о Христе, о Боге, они сказали вот это. Но, ребята, мы не фанатиками, как вы. Понимаешь? Кто бы мог подумать, что в следующий день будет последним в их жизни? Дорогие друзья, Библия говорит о том, что есть рай и есть ад. И также Библия говорит о том, что есть только один путь в небеса, это Иисус Христос. Иисус, если вы еще не знаете Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя, то вот прямо сейчас вы можете помолиться вместе с нами этой простой молитвой. Но главное, чтобы ваше сердце было искренним. Вы можете сказать вместе с нами эти простые слова. Дорогой Господь, я верю в то, что твой Сын Иисус Христос умер на Голгофском кресте за мои грехи. Я верю в то, что ты простил меня, и я верю в то, что ты мой Господь и Спаситель. Аминь. Я слышу каждый день, о Иисус не тот, и в наше время все не так, как прежде. От Иисуса тень, никто чудес не ждет, и бледен свет евангельской надежды. И очень слабого евангельской любви осталось где-то в прошлом жизнь Христова. О нет, он не другой, его святой крови достаточно для грешника. Субтитры создавал DimaTorzok Не говорите мне, что Иисус не тот в моей душе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok